итак давайте посмотрим еще одну игру леонардовскую которая называется самое любимое имя и сейчас мы поиграемся с именем платон платон это мальчик да мужчина юноша как еще платона называют платон чик так его называют любимой семье как еще можно назвать платониус это такое знаете типа космос до типа как как будто бы планета да еще какая-то такая игрушечная поговорочка платон яускас похоже на литовско латышский до пола то не ускас мамочка называет плюшек плюшек ласково пацаны называют гордо плато плато коротко и я и такой знаете тоже в детской тусовки плюха плюха когда бесятся играются пацаны они там прячутся игры придумывают это они и давайте начнем платон давайте я думаю что платон это нечто монументальное серьезное и давайте подумаем кого так звали так звали самого умного человека на земле платон сократ помните были такие древнегреческие философы и вот огромные как такие давайте буква л пойдет он она на букве п а пойдет знаете как еще один этаж мудрости пла буква т уже похоже на крышу такую монументальную буква о как заходящее солнце и буква н как флюгер какой-то или серьезная какая-то труба видите вот какое строение прям рука чешется сделать падающую тень от этого строения если свет у нас отсюда снизу слева мы прям делаем падающую тень от этого строения монументального которую можно ассоциировать это слово мудрый великий сильный за которым идут другие люди и вот вот такой вот платон у нас знаете очень умный и мудрый человек давайте там буква и от буквы а небольшая падающая тень к буквы ты давайте закрасим там и от буквы ты небольшая падающая от буквы n и от посетим такое знаете монументальный платон дальше пошли платончик на его так называют детстве и вот с чем ассоциируется детство давайте подумаем с игрой в мячик может быть или с какими-то играми спортивными давайте мы себе наметим давайте вот смотрите было то и и конечно же смайлик улыбается играется следующее имя платониус какая ассоциация с таким именем давайте подумаем опять же рисуем себе квадратный листик вот тут то такое и загадочное и космическое и вроде бы как может планетам может планета земля с домом буква п превращается в дом ул а ул 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 такое знаете вот любимая планета земля и платониус так это охраняет эту землю дальше пошли платоняускас что-то музыкальное что-то игривое что-то подбрасывающее давайте попробуем да давайте сверху теперь начнем смотрите тетель а да теперь сверху да как будто бы в какую-то игру играю там где много много мячиков много каких-то приспособлений дёрнышек дёрнышек Дальше. Плюшик. Посмотрите, давайте плюшик. Сразу с чем-то, с какой-то мягкой, уютной игрушкой или с мягким, уютным зверьком. Давайте подумаем. Давайте. И вот у ёжика носик. И лапки. А плюшик, как будто бы иголочки у такого мягенького маленького ёжика. Все держали ёжика на ручках? Они не колючие. Они очень, как вам сказать, такие почти шёлковые. Плюшик. Так, кто у нас ещё пошёл? Плато. Очень серьёзное слово. Плато. И оно может быть даже фирменным знаком. Давайте попробуем. П. Л. А. Т. Видите, такой, как по кругу или по квадрату. И попробуйте прочитать по-другому. А. Т. ТОПЛ. Или если начать с Л. ЛА. ТОП. Или если начать с А. А. ТОПЛ. Или если начать с Т. ТО. ЛА. Понимаете? Можно играться. И можно и против часовой стрелочки читать, и по часовой стрелочке читать. И последняя плюха. Что напоминает? Все сразу захотели булочку, да? Или пирожок бабушкин. Или, ну, плюшка, да? Плюха. Давайте. Прям сразу хочется. С молочком бабушкин пирожочек съесть, да? И мы прям и пирожочки такие и рисуем, да? Плюха. Кругленькие, маленькие и очень вкусные плюшки. Можно вот здесь даже блячок нарисовать. Вот. И вот, если вы тоже придумаете к своему главному имени еще и любимые имена свои, которыми называют вас другие люди, или вы о себе так думаете, попробуйте зарисовать их, чтобы эти слова четко определяли стилизацию обращения к вам. Понимаете? Или ласкательно-уменьшительную, или строгую, или играющую, или серьезную взрослую. Субтитрым. Продолжение следует... Продолжение следует...